Клод Монне, один из родоначальников импрессионизма, родился в 1840 году в Париже. У его отца, бокалейщика, была лавка в портовом городе Гаври. Недисциплинированный подросток проводил у воды и на скалах больше времени, чем в классе. Он разрисовывал обложки тетрадей шаржами на учителей и к 15 годам стал известен всему Гавру своими карикатурами на гаражах. Работы юного Клода Монне привлекли внимание пейзажиста Эжена Будена. Буден, прозванный живописцем небес, познакомил Монне с техникой работы маслом на природе, что считалось недопустимым с точки зрения академической живописи. Позже Монне скажет, что Буден снял повязку с его глаз и помог разглядеть окружающий мир. Несмотря на сопротивление родителей, Клод отправился учиться живописи в столицу. Монне жадно впитывал новые впечатления. Познакомился с Агюстом Ренуаром, Альфредом Сеслеем, Камилем Писаро. В солнечные дни молодые художники с красками и мольбертами отправлялись за город, чтобы рисовать природу с натуры. Две картины Монне, принятые салоном, самой престижной парижской выставкой, принесли 25-летнему художнику первый успех. Нередко из-за созвучия фамилий общественность путала Клода Монне с Эдуардом Монне, автором скандальной «Олимпии» и «Завтрака на траве». Чтобы удивить посетителей салона, в 1866 году Клод решил создать свой вариант «Завтрака на траве». Он работал над огромным шестиметровым полотном несколько месяцев, но картина так и не появилась в салоне. Монне был вынужден оставить почти завершенную работу хозяину дома в качестве платы за жилье. Монне писал одно полотно за другим, но покупателей не находилось. Жюри салона считала его работы через чур авангардами, и художник не мог выбраться из нищеты. Его любимая женщина и муза ждала ребенка, а родственники Клода, на деньги которых он жил, были категорически против женихбы. Только когда сыну Монне исполнилось три года, Клод узаконил свои отношения с Камилой. В 1874 году на альтернативной выставке анонимного общества художников была представлена картина Монне «Впечатление. Восход солнца». Ее название, над которым журналисты вначале иронизировали, стало определением нового художественного направления, импрессионизма, от французского «импрессион впечатление». Признание и достаток пришли к Монне только после 40. Цены на его картины стали расти. Исчез многолетний страх перед кредиторами, но радость Монне была омрачена. А вскоре после рождения второго ребенка его жена Камила умерла. Монне поддержала бывшая супруга его покровителя Эрнеста Ошадо. Пренебрегая насмешками и сплетнями, Клод Монне с двумя сыновьями и Алиса Ошад, имевшие шестерых детей, стали жить одной большой семьей. Сочетаться с законным браком Клод и Алиса смогли только после смерти Эрнеста Ошадо. В поисках зрительных впечатлений Монне много путешествовал. Из поездок он привозил множество этюдов и кулинарные рецепты, из которых собрал целую книгу. Стремясь передать изменения цвета и освещения, в зависимости от времени года, суток и погоды, Монне первым стал создавать серийные пейзажи. Десятки изображений темзы, стогов сена, тополей, руанского собора. В 1883-м художник купил дом в деревушке Живерни, добился от местных властей разрешения отвезти в парк воды Тихой речки, устроил многочисленные пруды, оранжевею и сад с японским мостиком. Нанял шестерых садовников для ухода за парком и роскошными цветами, собранными со всего мира. Сад был продолжением его мастерской. Монне говорил, что стал художником, чтобы отражать на холстах красоту цветов, и если бы у него не вышло с живописью, он бы занялся ботаникой. Огромная серия «Кувшинки» – это не только итог творчества великого мастера, но и отражение боли человека, потерявшего двух жен и старшего сына, разбитого ревматизмом и стремительно слепнущего, несмотря на перенесенные операции. «Я буду рисовать даже слепым», – как и Бетховен, который сочинял музыку, будучи абсолютно глухим, – говорил Монне. Катаракта изменила его восприятие цветовой гаммы. Он не мог рисовать голубым, потому что с трудом отличал его от черного и при выборе цвета полагался на этикетку тюбика с краской. К счастью, через три года после первой операции зрительное восприятие восстановилось, и 85-летний художник вернулся к работе. Год спустя, в 1926-м, Клод Монне скончался.